Доброе утро, уважаемые гости. Компания Кодерлен приветствует вас. На нашем вебинаре благодарим вас за уделенное внимание нашему мероприятию. Тему нашего вебинара вы видите сейчас на экране. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на наши контакты, то есть адрес нашей электронной почты, телефон, адрес сайта, по которому с нами нужно связаться, посмотреть информацию и достаточно много всяких интересных материалов. Вести вебинар буду я, консультант-аналитик Гардышева Галина, и мы будем рады, если вы обратитесь к нам с какими-то вопросами. В любом удобном для вас формате можно письменно, можно устно. Письменно мы сможем больше времени уделить именно вашей ситуации. Ответ на ваш вопрос будет уже более предметный, поскольку мы не будем ограничены по времени. Итак, начинаем. Программа нашего сегодняшнего вебинара на экране. И сразу хочу обратить ваше внимание, что если кому-то не удастся досмотреть до конца или вы не смогли посмотреть вебинар в онлайне, то через некоторое время мы выкладываем информацию о проведенных вебинарах на сайте, и вы сможете потом ознакомиться с ним либо более подробно, либо посмотреть целиком, то есть в зависимости от того, как сложилась ситуация. Несмотря на то, что программа кажется вроде бы немножко не своевременной, поскольку полугодовую отчетность уже все сдали, тем не менее хочу сказать, что это не совсем так. И поговорим на сегодня не о прошедшей отчетности, которую предприятия уже сдали, а на самом деле о каких изменениях будет идти речь в последующих периодах, то есть расчеты за июль, которые мы будем сдавать уже в следующем периоде и, соответственно, про все остальное. То есть первым, там это будет, как считать, страховые взносы в июле, связан этот пункт с увеличением МРОТа. И поговорим именно сначала об этих изменениях, потом поговорим про отчетность, которую сдаем ФСС. Поговорим про изменения, которые следуют из изменений, которые подписал Владимир Владимирович Путин, то есть сдача двух отчетов вместо пяти о подводных камнях, которые в связи с этим возникают. Поговорим о возмещении, которое можно получить из фонда ФСС, если вы подали заявление до 1 августа. Ну и, соответственно, о том, какие изменения в работе бухгалтеров произойдут в связи с принятием новых правил, новых положений и так далее. Итак, значит, первое, что связано, ну, что вызывает много вопросов у всех пользователей, у бухгалтеров в основном, это то, что с 1 июня 2022 года у нас было изменение по МРОТ, то есть он вырос, и на текущий момент составляет 15 279 рублей. Это изменение было внесено постановлением правительства майским от 28 мая, и при этом на чем скажется такое изменение? То есть у нас применение пониженных тарифов по объектам малого и среднего предпринимательства привязано к МРОТам. То есть платильщики, которые относятся к малому и среднему предпринимательству, с части выплат, которые не превышают или равны МРОТ, уплачивают взносы по общим тарифам, а с части выплат, которые выше, чем МРОТ, по пониженным тарифам. Согласно налоговому кодексу, МРОТ учитывается на начало расчетного периода. У нас расчетным периодом по страховым взносам является календарный год. Это тоже зафиксировано в налоговом кодексе. Но поскольку на начало года, то есть на начало налогового периода, у нас составлял МРОТ 13 890 рублей, то, соответственно, увеличенный МРОТ не повлияет на порядок исчисления взносов с применением пониженных тарифов. И, соответственно, выплаты, которые начислены с 1 января, по-прежнему необходимо связывать с МРОТом, действующим на начало года. То есть не 15 279 рублей, а 13 890 рублей. Из какого МРОТ рассчитывать взносы по пониженным тарифам с 1 июня? То есть выплаты в пределах МРОТ у нас составляют 30%. Выплаты сверх МРОТ 15%. Из них 10 на пенсионное страхование, а 5 на медицинское. И 0% на соц. страхование. Компании и индивидуальные предприниматели смогут не платить страховые взносы, если перейдут на автоматизированную упрощенку АОСН. Но здесь вот заложен первый камень преткновения. Поскольку в 2022 году перейти на АОСН могут не все предприятия, а только те, которые относятся к регионам, в которых запущен этот эксперимент. Это регионы Москва, Московская и Калужская области и также Республика Татарстан. То есть для того, чтобы перейти на применение этой новой системы налогообложения, необходимо было подать заявление на участие в этом эксперименте. Те, кто не подал это заявление, к сожалению, в 2022 году не смогут применять этот режим. Но, опять же, обращаю ваше внимание, что применять этот режим смогут только участники вот этих регионов, в которых он веден. Но вот с 2023 года применение этой системы налогообложения уже будет доступно и для других предприятий. Как вы видите на экране, в этом случае взнос на травматизм компании будут платить в фиксированном размере, который не будет привязан к количеству сотрудников и, соответственно, к фонду начисленной заработной платы. Переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложения будет иметь и достаточно много других интересных преференций. Что-то из них жизнь облегчает, что-то наоборот. То есть уплата НДФЛ, например, будет производиться через уполномоченный банк. Но для этого, для того, чтобы банк мог взыскивать эти начисленные взносы, необходимо будет подавать туда сведения. Ну, самый, наверное, интересный момент, поскольку эта система рассчитана на небольшие компании, на малый и средний бизнес, то это отсутствие обязанности подавать декларации. И, соответственно, расчеты по другим взносам. Сохраниться обязанности отчитываться по СЗВ-стаж и СЗВ-м. Но остальные налоги и отчетность достаточно сильно облегчаются. Можно посмотреть более подробно про новый режим. На сайтах всех практически компаний, которые комментируют нормативные акты, то есть консультант, гарант и так далее. Есть достаточно подробное описание этого процесса и на сайте 1С, то есть ИТС-сопровождение тоже уделило этому внимание. Поэтому мы, в общем-то, сейчас чисто на описательной части этого режима не будем останавливаться. Поговорим именно о страховых взносах. Еще хочу один момент сразу уточнить, что смотреть мы будем сегодня таким образом. Часть нормативной информации мы будем рассматривать на слайдах, то есть где можно указать ссылки на нормативные документы. И часть мы будем смотреть, на самом деле, не слишком значительно. Мы будем смотреть на примере демобазы. Сейчас я туда переключусь. Вот демобаза по 1С ERP, редакция 2.5. На этом хочу тоже заострить внимание, потому что редакция 2.4 достаточно сильно в некоторых разделах отличается компоновкой интерфейса. То есть функционально сохранена, но немножко по-другому расположена. Поэтому мы именно будем смотреть на редакции 2.5, проверить, какая у вас стоит версия. Вы можете вот по этой пиктограммке ссылочка. Открывается информация о программе. И здесь вы можете посмотреть, какая у вас стоит версия, какая платформа. Ну, то есть справочные сведения о вашей программе. И будем переключаться. Я сейчас вернусь обратно к слайдам. То есть, соответственно, будем переключаться на слайды нормативные документы. Еще один момент. Это тоже немножечко информация, как бы, ну, больше для тех, кто только собирается это сделать. На самом деле работодатели обязаны проводить превентивные меры по травматизму и профзаболеванию. Достаточно большой список из таких мероприятий можно оплатить за счет ФСС. Для этого, для того, чтобы получить компенсацию от ФСС на проведение таких мероприятий, необходимо подавать заявление в ФСС. Заявление это подается до 1 августа. Но, к сожалению, это как раз ситуация, когда декларативно предусматривается возможность такого возмещения, а вот на практике получить его достаточно проблематично. То есть, если мы подали заявление на возмещение затрат на мероприятие в нужный срок, то есть до 1 августа, то мы можем рассчитывать на финансирование в размере до 20% от суммы взносов на травматизм, которые мы уплатили в предыдущем году. То есть, для того, чтобы в следующем году получить финансирование, мы должны определить размер взносов, которые мы уплатили на несчастное страхование в этом году. Здесь сразу хочется, к сожалению, отметить, что вот это возмещение больше рассчитано на крупные предприятия, у которых взносы на самом деле составляют достаточно ощутимые суммы, потому что сам по себе тариф взносов достаточно небольшой. Ну и маленькие предприятия, которые имеют там, например, 10-15 человек, к сожалению, за ту сумму, которую они смогут выставить в ССС на возмещение, практически ничего не смогут оплатить. Ну, во всяком случае, будет очень незначительная сумма. Это первый момент. А второй, сейчас в этом году уже принято изменение, по которому предприятия должны компенсировать санаторно-курортное лечение работников и членов их семьи. Поэтому, в общем-то, здесь возникает небольшое противоречие. Увеличение финансирования до 30% предполагается для тех работодателей, кто организует санаторно-курортное лечение работникам, особенно если среди этих работников есть лица предпенсионного возраста, то есть те, у которых осталось 5 лет и меньше до выхода на пенсию. Но, естественно, в ССС должны быть представлены пакеты документов, которые будут обоснованными для таких компенсаций. Иногда особые случаи существуют, когда этот срок продлевается, то есть до 1 августа, например, в 2021 году, этот срок продлевали до 1 октября. На самом деле в этом году очень много изменений, которые касаются не только страховых взносов, сроков уплаты, размеров уплаты, достаточно много и других нововведений. Но поговорим мы сейчас именно о соцстрахе, а вообще в принципе в связи с этими нововведениями работы бухгалтерам практически добавятся. И главное, что многие из этих нововведений вызывают достаточно много вопросов. Кому же предлагается финансирование, вот про которое мы только что с вами поговорили? Теоретически оно предлагается всем, кто подал заявление. Однако есть и ограничения, то есть не все подавшие заявления смогут рассчитывать на это финансирование. Во-первых, как я уже говорила, размер финансирования увязан с размером взносов. То есть предполагается, что если у вас фирма, например, была спящая, не вела деятельности, или взносы не платились, или платились в незначительных размерах, то сумма финансирования получится либо нулевой, либо маленькой. То есть это то, о чем я только что говорила. Во-вторых, на финансирование уделяется ограниченный объем средств на год. То есть в бюджет ФСС поступает небольшая фиксированная сумма. Может случиться, что если, например, вы подаете заявление близко к концу срока, то, что уже бюджет, предусмотренный на финансирование для организации, уже расписан. Ну и в-третьих, у инспекторов, естественно, есть набор критериев, по которым они могут решать, что это успешный кандидат, и средства он получит. Естественно, в первую очередь не должно быть у предприятия недоймок, просрочек по сданной отчетности, до начисления по актам проверок и так далее. Но практически большинство из этих критериев достаточно несбыточно, потому что на практике любая проверка ФСС, так же, как и налоговых инспекций, пенсионного фонда, будет содержать хоть небольшие, но до начисления. То есть, соответственно, уже соответствовать этому критерию у предприятия не будет возможности. Статистики о том, сколько предприятий, подавшего заявление на финансирование, в конце концов, его получило, к сожалению, не ведется. То есть, она не публикуется. Но если мы подаем документы, то здесь обязательно нужно учитывать, что мы можем и не получить такое финансирование. То есть, такой вариант очень-очень вероятен. Еще один интересный момент. Это связано с тем, что отменили, что было принято постановление, по которому вместо пяти отчетов, которые мы сейчас сдаем фонды, будет вводиться новый отчет. Но здесь, опять же, есть еще один подводный камень. То есть, Владимир Путин подписал закон номер 237 ПЗ от июля, то есть от 14 июля прошлого месяца, в котором изменил правила сдачи отчетности. То есть, и не только, который касается ФСС, а всей. С 2023 года будет действовать новый срок. Во-первых, то, что самое близкое к начислению страховых взносов, это по МДФЛ, то есть по доходу в виде зарплаты. Здесь изменены даты получения дохода и, соответственно, были внесены изменения в налоговый кодекс по поводу признания дохода в виде зарплаты. Эти изменения означают, что при выплате что авансов, что зарплаты, необходимо будет уплачивать НДФЛ. То есть теперь НДФЛ будет уплачиваться и с авансов. Про автоматизированную упрощенку я уже сказала, то есть мы про нее уже говорили. И я еще раз подчеркну, что в этом году действует только экспериментальный, так сказать, проект. То есть не все смогут воспользоваться возможностью применять автоматизированную упрощенку. еще одно новшество промрут, с чего мы с вами начали сегодня говорить, предполагает, что у нас в течение года действуют два размера минималки, разные. Поэтому много вопросов возникает, с какой суммой налоговики будут сравнивать заработную плату при проверке, то есть про контрольные соотношения. То есть контрольные соотношения не рассчитаны на применение двух минималок. Вот именно формулу контрольных соотношений ФСС скорректировать не будет. И, соответственно, есть надежда, что налоговики будут применять сравнение с прежней суммой, то есть 13 890, которая действовала на начало года. Для компаний это на практике несет одну единственную положительную деталь. То есть обычно при любых проведениях проверок налоговики требовали пояснение, если заработная плата у сотрудников меньше мрот. Ну и, соответственно, не только пояснение, а еще и предприятие попадало в списки на контроль и так далее. То есть во втором квартале у нас, слава богу, такого сравнения не было. А вот с третьего квартала налоговики будут брать для проверки уже новым мрот. То есть 15 279 рублей. То есть, соответственно, у нас только второй квартал прошел, так сказать, без новых контрольных соотношений. Еще один неприятный момент, который связан с применением, с вводом автоматизированной упрощенки, ну и не только с ней, конечно, это то, что с 1 июля, то есть с 1 июля прошлого месяца, изменены банковские полномочия, если можно так выразиться. То есть Центробанк вводит платформу в действие своего клиента. То есть каждая компания будет оцениваться по уровням риска не только компании, но и индивидуальные предприниматели. Действовать будет принцип светофора, то есть зеленый, желтый и красный. Несмотря на то, что оценка Центробанка имеет рекомендательный характер, банки будут на нее ориентироваться. То есть это означает, что она будет практически автоматом применена всеми банками. Соответственно, зеленым клиентам банк не будет отказывать в перечислении денег, но ложка дегтя при условии, что получатель средств будет также зеленым. Желтых клиентов банки будут проверять тщательно и откажут в сомнительных операциях по счету. То есть, соответственно, переводы вашим партнерам, которые оказались в желтом секторе, банки могут приостановить и ваши контрагенты могут не дождаться таких переводов. Тем, кто попал в красный сектор, и компаниям, и предпринимателям банки будут иметь право заблокировать счета. А с учетом, что в красный сектор попало почему-то достаточно много предприятий, то они оказываются в особой зоне риска. С 1 октября, то есть через 2 месяца Центробанк будет направлять информацию о таких клиентах в налоговую для исключения из EGRU и EGRIP. То есть на практике для компаний появляется еще одно, еще один повод для беспокойства и для проверки в какой же список они все-таки попали сами и в каком списке их клиенты. то есть если клиент то есть вы, например, в зеленом секторе, а клиент оказался в желтом, то здесь уже стоит насторожиться и продумывать свои действия, как обезопасить себя в этом случае. Еще один момент, на который тоже хотела обратить внимание, это изменения, которые с 1 июля произошли, то есть по введению единого налогового платежа, когда предполагается, что компании должны перечислять налоги одной платежкой на специальный КБК. Про это тоже достаточно много нормативной информации и есть очень неплохо расписанный алгоритм и комментарии к этому на сайте налог-налог. То есть это более-менее независимый ресурс и достаточно подробно описывающий вот эти сложности. Можно использовать и другие комментарии, конечно. Главное, чтобы вы сами разобрались именно в самой теме. Единый налоговый платеж, это значит, что одной платежкой будут перечисляться все налоги и сборы. Основная приятная тонкость в том, что можно зачесть платежи во внебюджетные фонды, то есть собстрак, пенсионный фонд и так далее из той суммы, которая у вас будет перечислена на этот единый налоговый счет. инспектора в этом случае будут сами списывать деньги, но обратите внимание на порядок, то есть сначала будет списываться недоимка, потом будут списываться текущие налоги и уже затем пение и штрафы. То есть соответственно заранее платить налоги не обязательно, но здесь нужно опять же обратить внимание на то, что будет являться сроком уплаты, то есть что будут считать датой погашения обязательств. То есть во-первых на текущий момент опять же так же как и с автоматизированной упрощенкой применяют единый налоговый платеж не все, а только те, кто подал заявление об этом не позднее 4 мая, то есть это уже дата прошедшая 3 месяца назад. Если заявление вы подавали о переходе на единый налоговый платеж, то вы обязаны перечислять денежные средства на специальный счет по специальным реквизитам, которые налоговая инспекция обязана разместить на сайте налог.gov.ru то есть правительственные ресурс. А вот со следующего года это будет уже обязательным действием, то есть не в зависимости от размещения на каких-то конкретных территориях, областях и так далее, а для всех. С 1 января следующего года налог будет считаться уплаченным на дату перечисления единого налогового платежа. То есть если у вас на дату перечисления налога вы перевели необходимую сумму, то есть у вас на специальном счете есть сумма достаточная для погашения обязательств налогов, то налог будет считаться уплаченным. если на едином налоговом счете, то есть ЕНП это единый налоговый платеж, ЕНС это единый налоговый счет. Если у вас до момента перечисления налога на едином налоговом счете была положительная сальда, то соответственно с него деньги спешатся и налог будет считаться уплаченным. чтобы налог мог быть списан налоговой инспекции, необходимо за три дня подавать налоговое уведомление об исчисленных суммах. То есть в этом случае у нас срок 25 число месяца, в котором установлен срок уплаты. значит как минимум у нас появляется необходимость кроме перечисления денежных средств на единый налоговый платеж еще и работа с уведомлениями налоговой инспекции. Вот сейчас мы с вами что вы посмотрите перейдем снова в демо базу ERP и остановимся мы с вами на регламентированных отчетах. Значит у нас располагается регламентированный учет и здесь у нас есть раздел 1С отчетность и соответственно регламентированные отчеты. Почему я переключилась на налоговую отчетность после разговора о подаче уведомлений? Потому что в сервисе предусмотрены возможности работы с уведомлениями и переписками и соответственно через личные кабинеты. Поскольку у нас добавляется обязанность обмена с налоговой инспекцией не только отчетами к которым мы уже все привыкли но и получать уведомления от налоговой и через личные кабинеты гораздо удобнее подавать соответствующие уведомления. то есть в ЕРП так же как в принципе и в других конфигурациях в бухгалтерии в зарплате кадры у нас предусмотрены личные кабинеты что юридических лиц что эпистов с налоговой инспекции с ФСС ну и соответственно с другими фискальными органами. хочу обратить внимание на личный кабинет с ФСС поскольку здесь можно отслеживать кроме результатов проверок ну то есть всех взаимоотношений с ФСС есть еще личный кабинет электронных листков нетрудоспособности то есть поскольку сейчас действует режим прямых выплат то соответственно при обращении сотрудника в поликлинику в больницу за больничным листком ФСС размещает у себя сразу сведения про выпущенный больничный листок и работать с ними удобно из личного кабинета в некоторых случаях для того чтобы перейти в личный кабинет достаточно просто перехода под прямой ссылки для того чтобы применять применять этот режим при работе с судстрахом в некоторых случаях требуется подача заявления в сам судстрах о том что просим перейти на электронные документы обороты вот это тоже нужно учитывать ну и соответственно сейчас вернемся снова в нашу домобазу по работе с личным кабинетом компаний или физических лиц то есть предпринимателей мы переходим сразу в на сайт налоговой инспекции в личный кабинет и уже отсюда очень удобно подключать возможность работы с уведомлениями и так далее хочу еще обратить ваше внимание что с начала 2022 года ключи которые выпускались для электронных цифровых подписей разными организациями ну например контур тензор и так далее они к сожалению не могут быть применены и налоговая инспекция с 1 января этого года выпускает квалифицированную электронную подпись уже самостоятельно поэтому нужно проверить готовы ли вы к этому то есть оформлена ли у вас такая подпись готовы ли вы к сдаче уведомлений переписки с налоговиками и так далее в принципе сложности нету но требуется личный визит в налоговую инспекцию снова переключимся к нашим слайдикам еще хотелось показать вам вот такой слайд это связано с тем что осуществлялся перенос сроков уплаты ну вот в частности по НДФЛ то есть у нас в связи с тем что изменены сроки и уплаты и подачи заявлений о чем мы с вами только что поговорили соответственно изменены сроки уплаты ну вот вы видите на экране типа таблички то есть когда удержан НДФЛ и когда должен быть перенесен то есть перенесенный срок уплаты ну вот например если мы берем с вами август то если вы удержали НДФЛ с 23 августа по 22 сентября то за месяц то уплатить НДФЛ вы должны в срок до 28 сентября а по декабрю у нас вот какая картина то есть если за декабрь вы удержали НДФЛ то перечислить вы его должны 20 не позднее 29 декабря поскольку это последний рабочий день года также то что касается сроков сдачи ну например по 6 НДФЛ то сроки сдачи 6 НДФЛ у нас следующие за этот год за 22 мы должны отправить отчет 27 февраля первый квартал вот вы уже видите идет 25 числа то есть датой дохода датой получения дохода физическими лицами в виде зарплаты будет считаться день выплаты денег работнику то есть из налогового кодекса убрали второй пункт в 223 статье в котором описывался особый порядок признания дохода в виде зарплаты то есть теперь будет действовать общая норма соответственно даты получения дохода будет признаваться дата выплаты денег сдавать уведомления в налоговую инспекцию придется по всем налогам ну в том числе и по удержанному НДФЛ соответственно как я уже говорила это уведомление должно быть подано за 3 дня до уплаты то есть если устанавливается единая дата уплаты налогов 28 число то срок подачи уведомления 25 число поскольку анонсировано также очень во многих справочных системах о том что пенсионный фонд и соц.страх объединяются это закон 236 ФЗ от 14 июля я про него уже говорила соответственно одновременно с этим меняются правила взносов ну состав отчетности это я уже говорила и порядок ее сдачи а также будет изменена система начисления пособий то что касается учета стажа то есть кадровых данных данных о приеме увольнений то здесь сохраняется прежнее правило то есть надо будет предоставлять отчетность не позднее следующего рабочего дня а вот реестры по дополнительным страховым взносам нужно будет сдавать ежеквартально а даты начисления для начисления пенсии каждый год ежегодно это как раз таки требование вот еще одного закона 237 но опять же от 14 июля 22 года сведения о начисленных взносах на случай травматизма можно уточнять здесь у нас есть сроки для предоставления подтверждения вашего тарифа то есть подтверждение вида деятельности и если уточненку подавать после окончания срока подачи сведений то необходимо будет пересчитать взносы и соответственно заплатить взносы и пенни если вы сделали это до того как фонд выявил такую ошибку то штрафа не будет это опять же устанавливается вот этим законом 237 фазы предприятия должны будут продолжать предоставлять квартальный РСВ то есть расчет по страховым взносам из него убирается третий раздел то есть перифонифицированные сведения о застрахованных лицах и останется в этом отчете общие суммы по облагаемой и необлагаемой базы а также то что у вас начислено за отчетный период отчет этот будет сдаваться как я уже говорила 25 числа до 25 числа и кроме этого у нас остается ежемесячный РСВ то есть ежемесячно предприятия должны будут подавать налоговую инспекцию персонифицированную сведения физических лицах то есть не весь расчет по страховым взносам как мы сдавали до этого а только персонифицированный раздел в этот отчет будут входить персональные данные и сведения о суммах выплаты иных вознаграждений то есть это практически третий раздел нынешнего РСВ и отчетность должна будет подаваться не позднее 25 числа каждого месяца для индивидуальных предпринимателей грозящий год у нас изменения взносов не предусматривают то есть взносы которые предприниматели платят за себя остается прежним а вот список льготников которые могут применять тарифы которые смогут применять пониженные тарифы вот в этом случае список будет сокращен но для компаний которые относятся к малому или среднему бизнесу ставки останутся на прежнем уровне а вот несчастное страхование также не будет также в общий тариф входить не будет то есть это отдельно подтверждение вида деятельности которую мы подаем ФСС то есть оно будет зависеть от класса профессионального риска для предпринимателей сейчас прописан взнос за себя на 2023 год в общей сложности на 45842 рубля из них 36723 рубля на пенсионное страхование и 919 на ОМС также для предпринимателей на следующий год сохранится плата 1% свыше 300 тысяч рублей а вот то что изменилось это то что в перечень облагаемых доходов попадут вознаграждения по договорам подряда и авторским договорам сейчас с этих договоров не платится ФСС и соответственно в этом случае станет невыгодно маскировать трудовой договор под договор подряда то есть в этом случае у нас получается экономия только по травматизму то есть по несчастному страхованию и еще что добавляется это выплаты студентам за деятельность в стройотрядах то есть соответственно этого раньше не было причем было это когда-то достаточно давно еще в советские времена но тогда не было таких взносов и таких соответственно сборов сейчас такая выплата добавляется ну и также добавляется к облагаемым выплатам выплаты временно пребывающим иностранцам и иностранцам ВКС то есть временно пребывающие иностранцы это в большинстве случаев это наши гастарбайтеры что у нас еще добавится в 2023 году то есть в перечень застрахованных лиц включат временно пребывающих в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства соответственно работодателям больше не нужно обеспечивать таких работников по лесам добровольного медстрахования или договорами о предоставлении платных медицинских услуг такие гарантии сохраняются только для высококвалифицированных специалистов которые временно пребывают на территории России еще одна скажем так плюшечка это что отменена справка 182 это справка с данными о зарплате которая касалась оплаты больничных листков то есть данные по оплате первых трех дней за счет работодателя теперь фонд сам будет запрашивать в налоговой инспекции в рамках межведомственного взаимодействия то есть поскольку будет напрямую обмен организован между ФСС и налоговой инспекцией то соответственно они сами все возьмут и сами все увидят еще раз хочу подчеркнуть что в 23 году планируется большинство налогов и сборов уплата 28 числа а подача сведений для перечисления до 25 числа то есть практически у нас очень сильно увеличивается документооборот с налоговой инспекцией с контролирующими органами именно по подаче по переписке и так далее и еще один момент это что нужно обязательно если ваше предприятие относится к малым и средним предприятиям проверять наличие ваших предприятий в списках в реестре предприятий малого и среднего предпринимательства еще одна тонкость что очень много на разных ресурсах на разных сайтах была информация о том что отсрочена уплата налогов за 21 год за 1 за 2 и 3 кварталы 22 года и соответственно вот оно счастье на самом деле здесь тоже не все так радужно потому что отсрочка предоставлялась не всем предприятиям а только тем у которых коды АКВЭД входят в приложение номер 1 или в приложение номер 2 к постановлению правительства постановление правительства номер 776 от 29 апреля в приложении соответственно и номер 1 и номер 2 достаточно много кодов АКВЭДовских но к сожалению не все предприятия то есть если ваше предприятие имеет код АКВЭД которые не перечислены в одном из этих предложений то этой отсрочкой вы воспользоваться не сумеете то есть соответственно при ее использовании вы попадете в штрафные санкции обращаю ваше внимание что речь идет не обо всех кодах АКВЭД а только об основных кодах то есть те по которым у вас идет основная деятельность ну и еще основной вид деятельности дополнен то есть вот в этом постановлении приложение дополнено предприятиями или эпистами у которых АКВЭД основной АКВЭД это производство мыла моющих чистящих и полирующих средств а также парфюмерных и косметических средств то есть читать это достаточно долго на самом деле это код по АКВЭД 20.4 то есть обратите внимание на то что если ваше предприятие работает по этому АКВЭДу то соответственно вы можете использовать эту возможность на этом слайдике вы видите ну как бы немножко систематизированные сроки уплаты налогов и сдачи отчетности которые планируются на 23 год но собственно все страховые все страховые взносы у нас можно написать что срок отчетности не позднее 30 числа следующего за месяцем месяца следующего за отчетным периодом и срок уплаты соответственно у нас не позднее 28 числа месяца следующего за отчетным периодом и ссылочки на изменения которые у нас в этом в этой связи приняты в налоговый кодекс еще приятное можно сказать нововведение это то что должно быть сокращено количество неналоговых проверок и соответственно кто в этом случае может вздохнуть спокойнее а кто к сожалению не может расслабиться то есть это было постановление поручения точнее президента на летнем форуме в Петербурге и неналоговых проверок смогут избежать те компании которые у нас относятся ну собственно говоря все компании единственное если у вас высокие категории риска ну например сталилитейная строительная образ еще какие-то ну аналогичные то вот к сожалению их это не коснется то есть для того чтобы уточнить категорию риска это нужно если вы ввели новый вид деятельности или только зарегистрировали ее в лицо то есть это на сайте ведомства либо отправить запрос ну например вот МЧС присваивает высокий риск это санаторием или детским лагерям значит у них возможны проверки и пожарников и других заинтересованных лиц соответственно офисные работники в этом случае с такими рисками уже не столкнуться не то что от слова совсем но будет минимизирован риск таких проверок но здесь опять же небольшая ложечка демки избежать проверок смогут только участники промышленных власти для таких компаний число налоговых проверок либо снизят вовсе либо от них откажутся на постоянной основе правила у нас будет определять правительство то есть именно правила работы с такими компаниями которые входят в промышленные кластеры теперь еще раз хочу вернуться к нашей демо базе и снова заострить ваше внимание на работе с блоком регламентированный учет отчетность мы сейчас выйдем из этого окошечка и снова зайдем в налоговую отчетность точнее 1С отчетность и хочу показать в принципе с этим сталкивались все кто работает с отчетами то есть у нас есть интерфейс где перечислены пункты уведомления письма сверки игриру личные кабинеты то есть та же самая линеечка линеечка пиктограмм у нас размещена вот она размещена в верхней строке то есть это абсолютно те же пункты которые мы можем видеть через вход через регламентированный учет и хочу остановиться еще на сдаче отчетности через интернет это дополнительная обработка которая позволяет избежать работы через ну как бы промежуточное звено то есть через операторов связи то есть ТКС там СБИС Астрал и так далее в этом случае информация переписка и так далее напрямую из 1С попадают на сайт налоговых инспекций то есть почему я заостряю на это внимание в принципе вот такая рекламная ссылочка возникает практически у всех пользователей 1С но именно сейчас обратить на нее внимание я хочу в связи с тем что это связано именно с перепиской то есть практически все нововведения которые были приняты уже то есть например работа с прослеживаем товарами вот эти новые изменения которые про которые мы сегодня говорили они все требуют очень оперативной работы с налоговыми органами со статистикой на что хочу обратить отдельное внимание потому что статистика у нас с этого года не сдача например отчетности статистику обложена достаточно большими штрафами то есть там штрафы до 70 тысяч рублей если у нас будет подключаться напрямую работа с фондами с налоговой инспекцией то эту информацию можно видеть очень оперативно и прямо из программы отправлять необходимые отчеты пояснения пакеты документов и так далее собственно напрямую посмотреть что предлагает эта доработка можно вот через такую гиперссылочку и на самом деле лучше это сделать заранее то есть чтобы например к 9 месячной отчетности вы уже были уверены что у вас нужная квалифицированная подпись что у вас доступ во все кабинеты в том числе в соцстрах и в пенсионный фонд что ваше предприятие не исключено из реестра малого и среднего предпринимательства то есть что вам не грозят штрафы за нерасторопность или до начисления каких-то других санкций так это мы с вами сейчас закроем и еще одну вещь хочу показать что на самом деле то что мы видим вот на этом экране у нас может быть изменено то есть мы можем применить настройки и соответственно выбрать если что-то здесь не хватает или дополнительно выбрать отсюда нужную информацию то есть заявление например на подключение этой отчетности на самом деле те кто подписан на ИТС проф то есть информационно-технологическое сопровождение 1С версия проф у тех возможность подключения к сервисам бесплатно или за очень небольшие деньги ну например сервис проверка контрагентов для тех у кого ИТС техно обойдется порядка 4800 рублей на год тех у кого ИТС проф она будет бесплатна ну и соответственно заявление вы можете оформить вот в этом разделе через настройки на этом собственно говоря разрешите закончить нашу встречу до того как мы с вами попрощаемся я хочу еще раз вернуться на титульный лист и показать вам наши контакты то есть нашу электронную почту телефоны адрес сайта приглашаем вас к сотрудничеству будем рады ответить на ваши вопросы и хочу поблагодарить вас за время которое вы нам уделили и за внимание спасибо на этом наш вебинар на сегодня закончен ждем вас на следующей встрече субтитры 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 субтитры